Ежедневно на протяжении 80 лет большой коллектив Сочинского водоканала трудится над тем, чтобы обеспечивать город бесперебойным водоснабжением. Лучшие специалисты – сварщики, водопроводчики, слесари, токари, водители и другие принимают участие в конкурсе «Лучший по профессии». В этом году своё профессиональное мастерство показывают 59 участников в 9 номинациях. То, что касается ежедневной работы – это одно, а конкурс – это всё-таки несколько другой уровень. Он подразумевает и теоретическую подготовку, и практическую подготовку. Мы, конечно же, готовы и надеемся, что на Сочинский водоканал наши специалисты в конкурсе «Лучший по профессии в Ростове-на-Дону», который будет в сентябре, покажут наилучшие результаты. Мы надеемся в некоторых номинациях его выиграть. Одна из козырей Сочинского водоканала – профессия слесарь аварийной бригады. Уже несколько лет подряд в итоговом конкурсе среди предприятий, входящих в холдинг Евразийский. Призовые места занимают специалисты из Адлерского района. Слесарь Андрей Затула не скрывает секрет успеха в совместной работе команды. «Главное – сплочённость, и всё. Это самое главное. Коллектив, он на этом и стоит. Наверное, доверять друг другу просто, и всё. В Ростов мы победили всё-таки. Как смогли, так победили. Первое место взяли в прошлом году. Соперники были тяжелые? Да, особенно питерцы и ростовцы. Они тренируются там постоянно по два-три месяца». Работники всех районных участников разделились на команды и отвечали сначала на вопросы по билетам, а потом приступили к основной практической части. Аварийные бригады водопровода и канализации устраняли поломки и расчищали зацоры на импровизированной дорожной части. Токари и сварщики вымастерили в цехах, а в автопарке было представлено водительское шоу. Практически ювелирную работу на конкурсе представили машинисты-экскаваторщики. Борьба за звание лучшего в этой номинации – самая зрелищная. Здесь не только конусы выстроить надо, но и постараться переместить штангу с ведрами, наполненными водой, и передвинуть мяч точно в кольцо. Причём сделать всё это экскаваторщикам нужно в максимально короткое время – норматив 4,5 минуты. Участие в конкурсе принимали и те специалисты, которые ежедневно проверяют качество воды. Ежедневная работа с колбами и реактивами для лаборантов химического анализа также превратилась в соревнования на время. Выполнить задания в кратчайшие сроки старались все участники. Ведь лучшие смогут подтвердить и повысить своё мастерство, которое так необходимо для ежедневной работы в Сочи-водоканале. В этом году больше всего призовых мест заняли представители службы водопроводно-канализационного хозяйства Центрального района.